друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал амаркетс оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставите лайки также напоминаю что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал амаркетс с большим количеством монетического контента ну что на повестке сегодняшнего дня данные по инфляции еще один важный отчет по американской экономике который поможет уточнить перспективы денежно-кредитной политики федрезерва данные по инфляции некоторое время назад мы их активно обсуждали потому что примерно пару месяцев назад на них делался основную акцент и на основании опять же тех цифр которые мы получали по инфляционному давлению можно было предположить насколько фрс будет готов в ближайшей перспективе принять решение об ужесточении денежно-кредитной политики то есть о сокращении программы количественного смягчения и повышение процентной ставки но когда инфляция существенно превысила два процента даже с учетом действующей политики инфляционного таргетирования мы помним федрезерву несколько позволить себе такую фразу включил заднюю и сказал что инфляция теперь не приоритет в принятии решений по изменению денежно-кредитной политики дело в том что с учетом ряда факторов и обстоятельств которые имеют отношение к отмене карантинных ограничений реализация потребительского спроса инфляция реально очень сильно выросла и федрезерва решил немного подождать отметив что пиковые значения будут зафиксированы ближе к концу этого года после чего индекс потребительских цен начнет снижаться и впоследствии в идеале стабилизируется в районе вот этих всем известных ориентиров на уровне 2 процента а сегодня друзья по прогнозу я думаю что следует смотреть не на основной показатель инфляции на базовое значение индекс потребительских цен который не учитывает такие волатильные компоненты как цены на нефть и на продовольственные товары а по прогнозам 0,4 процента в месячном выражении против 0,9 процента который мы видели получается два месяца назад и годовое значение 4 3 4 3 с 4 и 5 то есть фактически тоже спад если мы по факту видим те цифры которые прогнозируются это значит то что инфляция уже достигла своих пиковых значений и начала снижаться и это можно будет интерпретировать как возможность для федрезерва сейчас еще раз сделать комментарий относительно того что не нужно и нет никакой необходимости торопиться с тем чтобы корректировать текущую денежно-кредитную политику в моменте у нас индекс американского доллара на отметке 93 07 смотрим на десятилетки это традиционные параллели которые я провожу 1,35 процента ну да если сравнивать со значениями начала прошлой недели десятилетки выросли но это пока что не тот рост который мог бы стать основой для развития там еще больше восходящего движения со целями там по десятилеткам выше отметки 1,5 1,6 процента на текущий момент у нас есть довольно сильный отчет по рынку труда причем здесь нужно сделать очень большую поправку она заключается в том что те данные которые были опубликованы в пятницу это июльская статистика традиционные это данные которые собираются до середины месяца то есть если мы вспомним как обстояли дела с ковидной ситуации в сша до 15 июля действительно все было более менее спокойно после этого момента количество заболевших стало стремительно расти к сожалению сегодня мы работаем с довольно тревожной статистикой потому что за сутки фиксируется более 100 тысяч новых случаев заболеваний новым штаммом дельта в штатах это максимальное значение более чем за последние 6 месяцев и если провести аналогию с тем сколько было таких от случаев инфицирования 2 недели назад то сейчас а к сожалению прироста уже превышает 30 или даже 40 процентов и вот это конечно же ситуация заставляет очень многих опасаться за то что будет с американской экономикой дальше если компании по вакцинации не окажутся эффективными будут ли новые ограничения будут ли новые барьеры там нормы и решения которые касаются социальных социального дистанцирования то есть мы знаем то что по многим регионам это сейчас довольно актуальна тема так вот ковидная обстановка в штатах она заставляется сейчас пересматривать прогнозы экономического роста сша и я думаю мы будем правы если предположим что если рост количества заболевших разумеется является якорем для производственного сектора для сферы услуг то по итогам августа уже когда и случился вот этот пиковый разгон а числа заболевших по итогам августа мы вряд ли увидим сильный отчет по рынку труда а значит фрс и не получит вот желаемого результата два подряд мощных релиза он он фарм фэрлс которые позволят ему впоследствии в сентябре в октябре пересмотреть политику и анонсировать а последующие сокращение программы количественного на смещение делаем вывод что инфляция сегодня потенциально может снизиться по прогнозу мы это видим и это разумеется сигнал для федеризерва не торопиться с решением по корректировке политики по рынку труда тоже пока что есть ожидание того что отчет не будет таким же прекрасным как в прошлом месяце я имею ввиду августовский отчет голлман с акция разделяет точно такую же позицию потому что принципе эксперты сегодня советуют ориентироваться на цифры даже ниже по инфляциям ниже чем закладывается в целом по рынку и голлман сакс считает что индекс доллара уже достиг своих локальных максимумов которых мог достичь дальше будет снижаться и ответы нужно будет искать уже на симпозиуме в джексон холли через две недели относительно того что с долларом может произойти дальше еще один момент наверное больше даже негативный для доллара это согласование сената проекта законопроекта уже можно сказать фактически полноценного закона расходов на инфраструктуру на 1 и 2 триллиона долларов 69 против 30 голосов а и пожалуйста да это будут инвестиции которые а станут осуществляться поэтапно в течение длительного периода времени но это все равно показатель нагружающий дефицита и увеличивающий госдолг соответственно это также значительный объем ликвидности который будет увеличивать денежную массу это снова потенциальные риски последующего роста инфляции и а негативы для соответственно американского доллара поэтому главный вывод который я сейчас могу сделать мы по-прежнему ориентируемся на джексон холл если будут с учетом того что я сказал все-таки комментарии о том что фрс созрел к решению об изменении политики но тогда уже начнем покупать доллар с сентября пока что я считаю что на индекс доллара все еще заряжена сохранение нисходящей динамики которая может быть реализована по другим активам золото 1732 вчера золото корректировать до отметки 1720 однако как только на рынок а пришла новость о согласовании расходов на инфраструктуру золото выросла пожалуйста отдача реализации инфляционных рисков фондовый рынок который мы покупали и продолжаем это делать также подрос на этой новости максимум вчера он же тире исторических high и смп 4437 пунктов сейчас чуть откатили 4425 пунктов но по-прежнему сохраняем лонг и ставку на обновление уровня 4500 даже на достижение этого значения доллар канаде цель 124 по-прежнему актуально рынок нефти я рекомендую пока что не трогать до тех пор пока не улучшится ситуация с к видом в китае потому что по мнению экспертов скептиков скажем так если их тенденция роста количества заболевших продолжится то под угрозой может оказаться пять процентов мирового спроса на нефти несмотря на то что сегодня данные по запасам которые по аналогии с отчетом опи могут также показать снижение запасов нефти и бензина я считаю что рынок останется преимущественно сейчас под давлением фона связанного с ростом количества заболевших евро против доллара 1.1719 пока что без сделок вчера вышел отчет бизнес оптимизма который разочаровал трейдеров третий месяц подряд снижение и еще одна причина продать евро я думаю что все-таки 1.17 мы увидим фунт против доллара здесь лонговая сделка 1.3827 сейчас ждем завтрашний отчет пвп который может повысить шансы на вскоре ужесточение денежно-кредитной политики в англии на этом собственно все большое спасибо за внимание хорошей торговой сессии всем пока